Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блог Дальнего Восточника. Для тех, кто следит за новостями Дальнего Востока или для тех, кто смотрит мой канал, вы, наверное, знаете, что недавно произошло нападение бездомных собак на женщину в Якутске, после чего женщина погибла. После этого неравнодушные граждане создали петицию на специальном сайте и просят сократить количество безнадзорных бездомных собак. Это важно, потому что бездомные агрессивные собаки представляют опасность для наших детей, ну у меня детей нет, но для детей, представляют опасность для нас, для простых граждан, кто просто хочет куда-то пойти, погулять, пройти из точки А в точку Б. Некоторые люди, которые именуются в народе зоошизой, считают, что собаки нападают только на плохих людей, что не нужно дразнить собак, что не нужно на них нападать. На самом деле 99% людей, наверное, всего лишь нужно дойти из точки А в точку Б и чувствовать себя в безопасности. У них полно своих дел, своей учебы, своей работы, своих забот, нежели докапываться до каких-то бездомных собак. Остается 1%. Среди них 0,9% это вот эти защитники, которые оскорбляют тех, кто хочет всего лишь жить в безопасности. И может быть 0,1% это те люди, которые реально там травят собак, как-то на них нападают и так далее и тому подобное. Но еще раз повторю, большинство людей не хочет ни зла собакам, ни добра, они просто хотят жить в безопасности. Сегодня мы рассмотрим эту петицию, прочитаем аргументы ее авторов и, разумеется, подпишем «за». Я вам покажу, как это делается. Это делается на сайте «Российская общественная инициатива». Кстати, что касается петиции, здесь есть интересный факт. Есть два известных сайта для петиции. Это «Российская общественная инициатива» ROI.ru и сторонний сайт change.org. Так вот, чтобы петиция была рассмотрена, нужно делать именно через «Российскую общественную инициативу». А сайт change.org считается зарубежным проектом и носит скорее информативный характер, нежели какой-то декоративный с петициями. Ну что, давайте читать петицию. Итак, инициатива номер 80088. Сократить количество бездомных собак. В настоящее время в геометрической прогрессии множатся стаи одичавших собак, в том числе выпущенных на улице по программе реализации федерального закона 498. Они нападают на людей, выбирая самых беззащитных – детей, женщин, пожилых людей, одиноких прохожих. Страшные смерти людей, заживо разорванных дикими собаками, зафиксированы в Красноярске, Ухте, Петропавловске, Камчатском, Вулан-Удэ, Башкортостане. В Татарстане искалечили молодую девушку, буквально обладав ее лицо, до костей и едва не лишив зрения. В Башкортостане был убит маленький ребенок. Нападения с менее трагичным исходом ежедневно фиксируются камерами видеонаблюдения. Бродячие собаки убивают домашних животных, вырывая из рук вместе с поводками. Истребляют скот и фаун, в том числе охраняемых видов. Они создают опасность для распространения множества инфекций, в том числе смертельно опасных для человека. Одичавшие, сбившиеся с Сатайи безпризорные собаки – это вовсе не выброшенные домашние животные. Домашние собаки не имеют навыков выживания на улице и гибнут там очень быстро. Бродячие собаки – это полудикие животные, стайные хищники, рожденные на улице в нескольких поколениях и привыкшие использовать человека только как пищевую базу. Нахождение на улицах бесконтрольных стай собак нарушает право граждан на жизнь и безопасную среду обитания. Решение. В части выпуска животных по программе ОСВВ предлагаю внести следующие изменения. Животные могут быть выпущены после отлова только под личную ответственность граждан, официально изъявивших желание стать их опекунами и готовых нести ответственность за действие этих собак. В противном случае собаки должны быть оставлены в приюте на 20 дней и при сечении этого срока либо обрести хозяев, либо быть подвергнуты эвтаназии. Собаки, обитающие в лесах и заповедниках, должны быть подвергнуты отстрелу как опасный вид. Вот такая вот петиция, которая была создана на Российской общественной инициативе. Сейчас ее посмотрим вживую. Ну что, друзья, вот он этот сайт Российская общественная инициатива. Видите, да, вверху? ROI.ru Петиция 80.088 Вот эта петиция, которую я вам прочитал. Ничего не соврал. Можете все проверить. Ссылочка будет в описании. Листаем до конца. Кстати, требуется авторизация на госуслугах, и это хорошо, потому что нельзя будет накрутить никакой результат с кучей почт, с кучей аккаунтов. Это очень хорошо. Поэтому это реально, мы реально узнаем мнение граждан. Смотрите, здесь на самом деле мнение разделеется. В принципе, за 4000, против тоже почти 4. Но мы, разумеется, голосуем за. Окей, подтверждали. Мы проголосовали за. Все. Больше мы не можем отозвать свой голос. Осталось собрать 95 тысяч голосов. Поэтому, друзья, пожалуйста, проголосуйте. Но если вы считаете, что бродячие собаки могут спокойно гулять по городам, ничего делать не нужно. Люди сами виноваты, которых они кусают. Даже там маленькие дети сами виноваты. И так далее. Если, как обычно, говорить за шизу, то можете, в принципе, против проголосовать. Это как бы ваше право. Ну что, друзья. Спасибо за внимание. С вами был Богдан Дальневосточника. До скорых встреч. Пока.